МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу. Время говорить коротко о сегодняшних темах. Стена за окном. Как застройщики превращают Рязань в каменные джунгли? Деньги, да не те. Полиция предупреждает в областном центре наплыв фальшивых купюр. Вокзал для всех отреставрирован. Новый зал вокзала Рязань-1. Он сияет, как елочная игрушка. А теперь обо всем подробнее. Уже несколько репортажей сняли наши авторы на тему стенка на стенку. Речь не о боях, без правил. О некоторых принципах строительства жилых домов в областном центре. Жители с тревогой смотрят на стройки, которые растут и ширятся под окнами, а потом уныло взирают на поднявшиеся впритык стены, закрывающие красное солнышко на веки вечные. По некоторым данным, в Рязани существуют негласные правила. Начатые стройки жилых домов не прекращать. Так что кто успел, тот и съел. А если учитывать, что многие депутаты городской думы являются руководителями крупных строительных организаций, то понятно, что разрешения на такие тесные пространственные отношения между домами пробиваются без особого труда. Продолжает тему Глеб Галушкин. Жители дома по адресу вокзальная 7 протестуют против строительства напротив них высотки уже несколько лет. Дело в том, что еще пять лет назад, когда на стройплощадку только-только пришли строители, они успокаивали жильцов, что будущее офисное здание не превысит и трех этажей. Однако шло время, но высота стройки лишь увеличивалась. Уже сейчас здание шестиэтажное, и причем строители явно не собираются останавливаться на достигнутом. Жильцы недовольны, ведь из своих окон они теперь видят лишь глухую кирпичную стену. Два стояка. Два стояка у нас выходят. Окна все выходят только на это здание. И в квартирах теперь темно у нас. У нас темно. У нас эта стена перед окнами. То есть у нас нарушено все. И световая инсонация, как называется, да, инсонация, нарушена. И нарушена у нас... И психологически это плохо влияет на организм. Представляете, мы все выходим, все с утра до вечера мы видим эту стену перед своими окнами. Тюрьма. Это, да, нас просто замуровали. Жители дома по вокзальной семь писали коллективные письма в различные инстанции. Пока нужного результата они не принесли. Ответ был такой, что это частая собственность, что хотим, то и делаем. Вопрос у нас, нарушают они какие-то нормы нашего человеческого общежития или нет? Вот это самый главный вопрос. По-моему, нарушают. Нарушение норм освещенности жилых домов довольно распространенный вид градостроительного нарушения в Рязани. К этому приводит никем не контролируемая, так называемая, точечная застройка. А то, что меры по ограничению плотности застройки не действуют в Рязани, простых горожан уже мало удивляет. В городской думе чуть ли не половина депутатов так или иначе связана со строительным сектором. Отсюда и мощное профильное лобби. Впрочем, жильцы дома на вокзальной семь не отчаиваются. Они собираются и дальше добиваться своего права видеть из окон солнечный свет, а не глухую кирпичную стену. Напомним, буквально на днях в какой-то степени разрешился конфликт со строительством в московском округе Рязани спорткомплекса с бассейном. По документам должен был возводиться именно ООН, а фактически на глазах изумленных жителей, которые уже готовы были покупать абонементы, чтобы поплавать, понырять в новеньком бассейне. Здание обретало характерные черты банального торгового центра. Потребовалось вмешательство губернатора, чтобы как-то разрулить ситуацию. По нашим данным, фирмой, проворачивающей эдакий строительный фокус, руководил как раз один из гордумцев. С фальшивым спорткомплексом удалось разобраться властям, а вот ненастоящие деньги придется распознавать каждому индивидуально. Рязанские полицейские предупреждают, не все купюры доставят вам радость и глубокое удовлетворение. Все чаще в городе начали встречаться подделки. По Рязани и районам области гуляют копии как наших денег, так и иноземных. Изготавливают их при помощи высоких технологий, используя типографское оборудование. Объектом атаки сбытчики фальшивок чаще всего избирают небольшие магазины, кафешки и рыночные палатки. Там работает народ большей частью доверчивый, да и делами занятой. А потому сличать да сравнивать купюры у него времени нет. Вот и попадаются продавцы и кассиры, почем зря. Мы обращаем внимание на то, что необходимо при любой попытке вброса данной денежной купюры вплоть на оптово-розничные сети, на автозаправочные станции, а также на иных объектах предоставлять данную информацию в полицию непосредственно. По полицейской статистике, всучить фальшивки чаще всего пытаются жулики-одиночки или малые группы, 2-3 человека. Задача – разменять самодельную купюру на настоящие деньги. Так что всем, кто работает с деньгами, необходимо не только любить их, но и знать в лицо, и в буквальном смысле слова «видеть насквозь». Надо четко распознавать водяные знаки, металлизированную полоску, разглядеть микротекст, разбираться в качестве краски. А вот если вам всучили-таки подделку, стремиться так же поступить с другими согражданами не надо. А то и сами пойдете по 186-й статье за сбыт фальшивых денег. А это дороже личных финансовых потерь. Теперь о людях хороших. Сотрудники музея-усадьбы Академика Павлова провели акцию в поддержку детей-инвалидов. Вчера все средства, вырученные за день от посещения музейных экспозиций, было решено передать фонду «Наши дети», рассказывает Оксана Тебенихина. Отныне ежегодно в музее имени Павлова будет проводиться акция под названием «Приди в музей, помоги детям». Каждое лето в День молодежи все средства, собранные музеем, будут направляться в фонд помощи детям. Дело это, несомненно, полезное. Мы решили провести акцию совместно с фондом «Наши дети». И все деньги, которые сегодня заработает музей, будут перечислены в этот фонд для детей, которые больны ДЦП. Мы надеемся, что наша помощь будет действенной. И деткам это действительно пригодится. Мало того, что экскурсия по музею будет вам интересна, даже если вы здесь уже не впервые, так еще и детишкам поможете. Тут уж будет грехом обойти музей стороной. Принцип акции заключается в том, что посетитель, приходя в музей, оставляет здесь определенную часть каких-то своих денежных средств, которые он считает возможным внести и оказать помощь деткам. Конечно, в первый год об акции мало кто знал. Тем не менее, благодаря усилиям сотрудников музея определенная сумма была собрана. А значит, в этом году малыши почувствуют дополнительно еще одну капельку драгоценной заботы. Рязанский дорожный полицейский продолжает тотальные проверки на тему отношений водителей с зеленым змеем. Увы, судя по результатам рейдов, эти отношения весьма теплые и во всех смыслах крепкие. Сегодня в программе экспресс-комментарий по результатам последнего антиалкогольного проекта инспекторов. Резанский дорожный полицейский ситуацию снизит число погибших и раненых, так как число погибших по вине нетрезвых водителей также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло. Сегодня первые путешественники купили билеты в отреставрированном кассовом зале вокзала «Рязань-1». На железнодорожно-вокзальный праздник приехали высокие гости. Вокзал «Рязань-1» стал больше на один зал по продаже пригородных билетов. Современные кассы, удобные сидения, чистое, отремонтированное помещение. Губернатор Олег Ковалев проведенной работой остался доволен. Сделан очень современный, хороший билетный зал для пригородного сообщения с маленьким залом отдыха. Как правило, большой зал отдыха здесь не нужен, потому что человек к электричке приезжает, как правило, уже ко времени. Но зал должен быть и касса для инвалидов, и электронная форма обработки данных и выдачи билетов. Это все очень хорошо. Хорошие условия работы для самих кассиров с учетом инвалидов, кассы специально для инвалидов. Одна из новинок – установленные в зале аппараты по продаже билетов пригородных направлений. Благодаря им можно избежать очередей. На первый взгляд, нареканий к помещению нет, хотя само уже старое здание вокзала несомненно требует большего внимания. Реконструкция вокзала будет продолжена. Будут опускаться вниз кассы поездов дальнего следования. Значит, на втором-третьих этажах будет сервисное помещение размещаться. Значит, это тоже удобно, потому что в кассу человек пришел, особенно на поезда дальнего следования, заранее купил и уехал. Значит, а когда он отъезжает, уже приезжает поезд, он может приехать заранее и отдохнуть, посидеть там, в интернет войти, и все там будет сделано. Кстати, во время посещений высоким начальством нового зала работы касс не приостановились. Люди спокойно покупали билеты, почти не обращая внимания ни на делегацию, ни на камеры телевизионщиков. Да и как по-другому? Лето всегда зовет в дорогу. И последнее. Сегодня в Рязани сухой закон в связи с Днем Молодежи. Напомним, за внесение соответствующих изменений в региональный закон проголосовали депутаты областной думы. Кроме Дня Молодежи, сухими будут еще четыре праздника в студенческие даты 25 января и 17 ноября, 1 июня в День защиты детей, и, конечно же, 1 сентября День знаний. Так что будьте готовы и будьте здоровы. А завтра все вернется на круги своя. На сегодня все. Итоги недели по традиции подведем в завтрашней информационно-аналитической программе «Время говорить» до пятницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин